Асфальт чего боится? Знаете, нет? Рассказать? Воды. Вот и все. А вы что, сейчас новый асфальт будет? Все красиво сделали, а осенью вода замерзла-размерзла и все. И на следующий год кто будет это ремонтировать? У вас деньги есть? Здравствуй, дорогой друг. Сердобольный владельц магазина во Владимирской области бесплатно раздает хлеб по талонам, а местные жители все равно недовольны. Подробности в чудесном репортаже по ссылке в описании. Десять талонов на месяц. Да, десять талонов на месяц, я ничего не говорю. Талонов один на три дня. На три дня. На три дня-то не хватает. Раскачаем же духовность. Раскачаем зла, качаем, вы об этом знаете, мы об этом знаем. Все правильно. Насладитесь, кстати, работой кремлеботов Евгения Пригожина под видео на канале Навального. Как и полагается Падали, Падаль начала накручивать дизлайки именно в тот момент, когда Алексей не может ответить, так как находится в заключении по сфабрикованному обвинению. Лучше такой музыки бодрят только новости об оборзевших бездарях. В правительстве РФ не увидели конфликта интересов назначений сына Дмитрия Рогозина в объединенную авиастроительную корпорацию. В правительстве не увидели, а конфликт есть, так как Рогозин курирует авиационно-космическую отрасль. Хотя как отвратительно Рогозин эту отрасль курирует, мы все прекрасно знаем. Уже за один проваленный и разворованный космодром Восточный Дмитрий Рогозин должен был на зону улететь, где и смог бы давать полноценные стендапы. Окей, ну тогда давайте так мы сделаем. Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Кстати, Илон Маск Рогозина даже нахуй не посылал. Вряд ли специалисты такого уровня по ракетам в США вообще знают, кто такой Рогозин. Пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Ну и дополняя новость про талантливых детей. Бывшую жену Пескова назначили главой российского центра в Париже, поближе к доченьке, видимо. Это так мило, когда семья собирается вместе, даже если для этого нужно немножко кумовства и коррупции. Все это не важно. Семья куда важнее. Да не ваша семья, семья Пескова. Как бы вы вот на ваш язык перевели бы знаменитую фразу Лаврова «Дебилы, б***ь». Дебилы, б***ь. Ну, конечно, я бы сказал «Козлы нахуй». Слушай, а ты и телецентр смог бы уничтожить? Но давайте к новости 21 июня, которую я упустил и очень зря упустил. Счетная палата в лице Голиковой пришла в Госдуму и рассказала, в какой мы жопе. Россияне в жопе, а не депутаты, конечно. У депутатов-то все хорошо. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы за 16-й год составила 965,8 миллиарда рублей. Кто-то отвлекся на дырбежащий голос, кто-то на оговорку, так что будьте добры, еще раз назовите сумму проеба правительства в 2016 году. 965,8 миллиарда рублей. Однако, рестораны наценкац. Почти триллион спиздили из бюджета в 2016 году. Это гораздо больше, чем в 2015, и тем более еще больше, чем в 2014. И все это означает, что контроль за бюджетом налевой. Так что, если отправить прямо сейчас в отставку правительство, Госдуму, президента, то ни черта в России не изменится. Станет только лучше. Из общей суммы ущерба по итогам проверок счетной палаты в бюджет было возвращено менее 1%. 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Ну так, конечно, бабки-то за рубежом уже. Кто же их вернет? Они же в офшорах. Ой, деревня, ну ты даешь. 3 845 нарушений. По результатам нашего взаимодействия с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами и органами безопасности по материалам счетной палаты возбуждено 45 уголовных дел. Сколько, сколько нарушений? И сколько возбуждено уголовных дел? 3845 нарушений. Возбуждено 45 уголовных дел. Вот это борьба с коррупцией. Наверное, именно такую борьбу с коррупцией имел в виду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Борьба с коррупцией в России — это планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении. Какая классная фраза! Откровенный отчет главы счетной палаты Татьяны Голиковой вызвал в Госдуме смиренную тишину до тех пор, пока к микрофону не вышел глава комитета Нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров. Поаплодировать счетной палате — это, пожалуй, единственное, что мы реально можем. Ой, это точно. Вообще большинство чиновников и депутатов в России способны только аплодировать. Аплодировать Путину, аплодировать Медведеву, аплодировать друг друга. Но, правда, за это ли они зарплату получают? Еще можем в соответствии с законом принять к сведению то, что сейчас рассказала Татьяна Алексеевна. Не, в соответствии с законом вы можете послать как минимум 450 депутатских запросов с требованием возбудить еще больше уголовных дел и с требованием осветить это по федеральным каналам. Хотя чего это я? На повестке дня-то у нас борьба с телеграммом и террористами? У-у-у! Слава богу, что есть вот человек, есть люди, которые бьются под головой об стенку и говорят о том, что есть на самом деле. Мы, хотя и транслируем выступление заседания комитета, я не знаю, хорошо или плохо, чтобы люди это узнали. Потому что на самом деле это правда. Да не узнает никто, расслабься. Журношлюшки в России об этом не рассказывают. Это продукт для ценителей интернета, которые там не только дрочат и на котиков любуются, но еще и информацию добывают. Такая публика для такой падали, как вы, чрезвычайно опасна. Именно поэтому вы и делаете из россиян идиотов. А пока Госдума только приняла к сведению новый отчет счетной палаты. Последуют ли за этим кадровые, административные и уголовные наказания, пока вопрос остается открытым. Ничего не последует, потому что если последует, то все эти гнезда с трутнями начнут сыпаться одни за другим. А это значит, что смена режима кардинальная. Это значит, что россиян начнут уважать. А для вас трутней это роскошь непозволительная. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, вступайте в наш паблик Сатира без позитива. Там очень много новостей по России, показав которые знакомому друзьям, можно объяснить, что она в стране происходит. Удачи! Поаплодировать счетной палате, это, пожалуй, единственное, что мы реально можем.